В 43, 44, 45 уравнение с кубической правой частью приводится в вывод приведения к каноническому виду. Это гораздо легче изучать. Вы не изучали канонический вид уравнения в матанализе. И это плохо. Обычно изучают или математики, или радисты, радиофаку, где привыкли описывать все модели радиоустройств, в форме уравнений, причем принимается каноническое вид. Что делал Тома? Он описывал не одно состояние, не одной функции состояния. А он описывал семейство функций, куда входит много аналогичных функций. И тогда, решив раз задачу в приведенном каноническом виде, не следует каждый раз решать эту задачу. Надо один раз ее решить. Что этим достигается? А достигается в том, что все особенности, они математические особенности. И они, если не противоречивая модель, отражают физические особенности. Но это очень редко было, когда нужно решить строго аналитически со всеми катастрофами. А в каноническом виде можно. Характерные точки можно найти. Например, на линии равновесия B равно 0. И B равно 0, получается для катастрофы сборки. Х кубе плюс АХ равно 0. Х выносим, получается 2 корня. То есть сборка состоит из двух складов. И вот это не объясняется нигде. Поэтому чтение студентами, преподавателями и научными работниками западной литературы, Оно затруднено. Вот вам привожу пример, который на странице 76. Пожалуйста, открывайте, смотрите. Видите, самое нижнее уравнение. Перепишем его. Пример использования канонического вида. В записи уравнение теплопроводности. Перепишите эту уравнение. Температура здесь. Не просто температура. А, смотрите. Т тождественно равно. Т минус Т 0. А там внизу Т 0 минус Т С. То есть это первое. Относительная температура. Итак, повторяю. Т это относительная температура. Это комплекс. Т равно. По определению, какая это температура. Т минус Т 0. А в знаменателе Т 0 минус Т С. Или Т С минус Т 0. Это первое. То есть это 76 страница. Может, 74-я? Нет. Сейчас. Семьдесят шестая страница. Семьдесят шестая страница. И перепишите вот это уравнение. Мы уже изучали. Это уравнение теплопроводности с внутренними источниками тепла и стоками. Их мы еще будем изучать. И вот эти примеры, которые получаются из решения таких уравнений, они вам помогут описать горение, они помогут описать торнадо, они помогут описать процесс развития молнии и так далее. Но обратите внимание, здесь все вам понятно. Даже гиперболический член. Где он там находится? Он в левой части, вторая величина. Мы о ней говорили. Теперь оператор лопласса Т. Понятно. Уравнение теплопроводности. А вот эта функция WB, которая изучалась на предыдущей лекции, даже раньше на лекции, она записана в виде BТТ минус АТ в куме. И человек, когда он впервые видит такого родного уравнения, он говорит, послушайте, а куда дели Т в квадрате? Куда? Симметрия запрещена. Если следовать Лангану, то это разложение функции вред и работает оно только вблизи критической точки. А я вам показываю представление полиномиальное. Полином стоит. Нет разложения критической точки. Но можно сверкать, вот на странице 43, я показывал, как от квадратичного члена избавиться. То же самое и здесь. То есть за счет переобозначения переменной мы квадратичное слагаемое убираем. Итак, что такое БТТ? БТТ это функция источников температуры. Например, при горении. Минус альфа Т в кубе. А это стоки. То есть источники температуры. И они гасятся чем? Нелинейным слагаемостоками. То есть при горении горючее выгорает. Тогда уменьшается горючее. Посмотрите, какой стоит знак. Минус альфа Т в кубе. Вот когда-то Фейман говорил, что, к сожалению, мы не видим за уравнениями большой какой-то физический смысл. Он доступен не всем. Так вот, вам на таком простом примере я показываю, что все это становится понятным, если обладать хорошим образованием, хорошим умом и где-то об этом знать, узнать и работать с такими вещами. То есть это каноническая форма уравнения. Поэтому теоретики, как правило, стараются работать с каноническими уравнениями. С самыми простыми, которые получаются из решения задачи. Вот когда Торма придумал свою теорию катастрофу, у него управляющие параметры А, Б входило до 150 параметров биологических систем. Но они сводились к комплексным дум, управляющим параметрам А, Б. Итак, это я все говорю для того, чтобы вы спокойно могли читать литературу, например, Брюссельской школы. Он не объясняет, куда там Нелси-квадрат. Он не объясняет, почему в такой катастрофе так. Он даже не пишет, что это уравнение в каноническом виде. Это элемент культуры научной. То есть, если вы привели к такому виду, то вы привели к каноническому форме. За счет переобозначения, переменных и параметров. Все ясно. И вот вы должны этот метод, на странице 43, который я сказал, проработать. И уметь представлять, по крайней мере, если Торма пойдет в аспирантуру, и использовать аппарат теории катастрофы. Все. Следующий наш раздел термодинамика хаотических систем. Я ведь не случайно начал приводить хаотические решения вот для описываемых нелинейных систем. Впервые мы столкнулись вот с таким представлением при решении задачи Торма. Ну, я имею в виду свой коллектив научный. Вот мы записываем движение жидкости воздуха в какой-то плоскости. Представляете, торнадо, да? Нелинейные уравнения, в каноническом виде, квадратичного члена нет, лаплассиан есть, а в качестве переменных выступает скорость. Хорошо было бы записать уравнение на геостокс, но оно справедливо при умеренных скоростях. При очень больших оно не работает. И вот нужно его приводить к каноническому виду, добавлять функцию источников, уравнения на геостоксах, стоков, чем они, они с разными знаками входят. Что здесь получается? Получается то, что когда бета-т становится примерно равным, альфа-т в кубе, альфа-т в кубе, то источники и выгорания топлива, то действия этих двух слагаемых нивелируются. И остается обычное уравнение теплопрогроза. Так вот, в таких уравнениях возникает хаос. Какие краткие характеристики хаоса? Давайте. На странице 77-78 приведены некоторые свойства хаотических систем. То есть, смотрите, зачем это нужно? Вот межфазный слой. Это может быть межфазный слой, когда слева один компонент, справа другой компонент. И в межфазном слое они соединяются, эти элементы, и идут химические реакции. И коли они идут, эти химические реакции, то мы можем описать межфазный слой, как флюктуирующую, с очень большой степенью вероятности, среду. А это значит, мы можем правильно поставить условия решения такой задачи. Итак, какие свойства основные? Запишем их. Сложный, непериодический характер временной эволюции динамических перемен. Экспоненциальный второй характер разбегания близких по начальным данным траекторий на аттракторе. Вот, сейчас скажу, что такое аттрактор. Аттрактор – это зона притяжения фазовых траекторий. Примитивный обол, примитивное определение аттрактора. Что же нам говорит? Значит, представление аттрактора в виде некоторого ландшафта местности, сделанного из бумаги, где есть озера, горы, равнины. И аттрактор – это там, где будет собираться вода. Но по-научному аттрактор – это зона притяжения фазовых траекторий. Что это значит? Это значит, что фазовый портрет ведет себя сложным образом. Ну-ка, напомните мне, как выглядит фазовый портрет для колебаний маятника. Это круг. Феннинс, говорят. Это х, а это скорость х с точкой. Это колебания линейные маятник. И вот он отклоняется от своего положения равновесия. Это координаты отклонения. Их с точкой – это скорость. Так вот, те картинки, которые я изображал, по-жидкости и пары, они связаны с тем, что возникнув в одной области имеет место колебаний, система перескакивает в другую область, возвращается сюда. Вы хотите добавить чего-то? И вот получается фазовый портрет вместо такой картинки вот такой. Это значит, есть две точки равновесия. Как мы говорили, да? Вот такая, такая и такая. Согласны? Такая. По этому закону ведет себя даже климат на нашей земле. Это зона потепления, вернее, область потепления. Это область похолодания. И вот эта система лечится из одного состояния в другое. Как это определяют? Будет скважину в Антарпхене. Определяют и определяют за 700 тысяч лет по содержанию некоторых метан, углекислого газа и других. Определяют и оказывается аттрактор является странным. почему крутится в одном месте определенное время, перескакивает в другую область, там может долго крутиться, медленнее, но снова перескакивает и по таким законам живет эта система. Когда объединилась Германия, какие это, может быть, 90-й, примерно, 3-й, да, 91-й было подготовлено. курс немецкой марки при объединении вел себя вот так. А все же хотят на биржах, где-то на рынках построить модель таких биржей. А как ее построить? спрогнозировать невозможно. Но если опытный специалист, то он скажет, эта система мечется между двумя аттракторами. Завтра может скачок сюда отношение курса рубля марки к доллару, потом покрутилась и перескочила сюда. То есть аттрактор является в общем-то странным. примат Моринц в 1981 году, если я не ошибаюсь, показал, что фазовая траектория из трех уравнений ведет себя абсолютно так же. Система мечется между двумя аттракторами. А этот подход аттракторов он используется для официального положения частиц? Говорите о квантовой механике. Мне была известна работа по магнитным системам. Я не помню, где-то она у меня была. То этот подход использовался. А вообще я рекомендую в данном случае книжку Заславского. Если я не ошибаюсь, там есть ссылка на нее. Заславский. Детерминированный хаос, как это называется. Более того, скажу, что термодинамики для многочастичных систем до сих в квантовой теории термодинамика не созданы. Поэтому надо начинать с термодинамики. Когда много-много квантовых частей. Я знаю, ведутся работы в этом направлении, чтобы записать скорость изменения энергией, свободной энергии и так далее. Но где-то что-то удается, но пока моды противоречивают. Итак, вот какие основные свойства. Дальше, следующее свойство. Система достаточно быстро забывает начательные условия. помните, я говорил про сшигающего человека. Если он быстро поднял ногу и быстро у него так на уровне инстинктов забылись эти начальные условия, то он может упасть. Он не знает куда расставить. И наоборот, если у него очень сильно забываются начальные, за мало, за очень большое и малое время, то он тоже ведет себя вот таким вот образом. То есть, этот хаос есть вот таких сложных систем. Что еще? Конечная и бесконечная последовательность бифуркации, наблюдаемая при вариации некоторого управляющего парагента. диссипативный характер протекающих процессов, который говорит о сжатии фазового объема. Кто бы хотел изучить эту книжку подробнее, тот, конечно, он должен все ее разделы прочитать и необходимым минимумом сдачи экзаменов из отчетов является вот, по крайней мере, вот такая книжка, с которым предложено ваше мнение. Чем отличается, я уже говорил, чем отличается система хаотические от чисто случайных? Тем, что хаотические системы каждая последующая определяется предыдущая. Например, как это выражают, выражено на языке математики? хк ек 1, 2, 3, а здесь ведется последующая хк плюс 1. Система не хаотическая, детерминированная она будет, говорит о том, что решения лежат вот на этой линии. Каждое последующее равно каждое последующее значение находится на этой линии. Оно больше или меньше этой величины, но они все лежат на одной линии. Как же это происходит в хаотических системах? в хаотических системах на самом деле существует интервал хк плюс 1 хк, где вот эти точки располагаются. то есть существует зона в которой каждое последующее зависит от предыдущего, но в каком-то достаточно узком интервале. Как это переходит случайный процесс? Случайный процесс это какой? Когда каждое последующее не зависит от предыдущего. Тогда мы получаем вот такие точки хк плюс 1 хк размерность такой системы и мы это будем рассматривать будет определяться что случайные события располагаются вот таким образом а детерминированное вот таким образом и мы бы дорого дали Израиль на рынках валюты чтобы знать вот эту криву. А сам процесс разброса и описания такой системы он получил название волатильности. но он придуман не теми кто занимается нелинейной теорией а он придуман самими дилерами. То есть они как бы этим словом вкладывают что волатильность характеризует нам некоторый разброс вот этих точек. Вахнапид знает придя на рынок торгуя что было вчера что было позавчера и как меняется очередная этого коридора. Ну и естественно что если такое то лучше не играть. Это чисто случайное событие. То есть оказывается что можно описывать эти процессы на основе теории хаоса. Если мы будем описывать на основе статистической теории я уж тут говорил по поводу статистических теорий случайные процессы вот вам картинка но они тоже имеют малое отношение к тому что происходит в реальных системах. И нужно быть образованным чтобы это поменять. Итак давайте откроем страницу 79 переписываем уравнение 5 1 потом 5 2 и параметр это порядок это Продолжение следует... Итак, переписываем формулу 5.1, 5.2. Это параметр порядка. Что такое параметр порядка? Переписывайте и запоминайте, или записывайте. Подождать? Пожалуйста. Два параметра порядка вводятся. По Ландау и по Каттену. По Ландау, например, параметр порядка. Ро минус Ро С. Ро С плотность критической точки. Критическая точка минус Ро минус Ро С. По Харпину. По Харпину. Ро минус Ро 0. Ро 0 это некоторая средняя плотность, плотность жидкости и газа при данной температуре. В критической точке Ро Эль равно Ро Ж газа. И тогда двойки сокращаются. И параметр порядка в самой критической точке. Становится параметром порядка по Ландау. То есть в критической точке Ро равно Ро С плотности в критической точке. Что такое среднее значение? Свойства этого объекта отличаются от какого-то среднего значения. Вот. И когда вы к этому привыкнете, то параметр порядка формируется как быстрая переменная, которую мы можем описывать многие процессы, в том числе и вблизи критической точки. И когда мы это все понимаем, то все лица нам становятся приятными, все мы понимаем, все мы знаем. И в этом случае можно создавать даже теорию таких описаний. Итак, открываем на странице. Переписали 5.1, 5.2. Теперь надо записать уравнение 5.3. Верхнее и 5.3. Если иметь в виду гиперболическое слагаемое, гиперболическое, вернее, слагаемое, отвечающее за гиперболичность, то мы с вами имеем уравнение 5.3. И мы на следующей паре с вами должны получить уравнение 5.7, которое вы и будете решать в Маткале дома. Или здесь. У меня Маткале не работает. Не работает? Устанавливать пока не поздно. Нет, не устанавливается. А для этого именно в Маткале? Да. Можно в математике, например, решать? Можно, например, в математике, для этого в Маткале? Ну, можно, но сложности. Я бы так предложил библиотечку расчетов, но они выполнены на него Маткале. Ну, можно обратиться к Лыкову, Охотникову, они вам дадут требуемую Маткале. И мы будем начинать считать. Прочитайте последующие 2-3 страницы к следующему занятию. Я благодарю всех. Материал несколько тяжелый для вас, для всех. Идет математика, идут нелинейные и специальные уравнения в частные поискводные. Это всем не нужно. Но тем, кто занимается наукой, я считаю, это нужно. Все? Вопросы есть? Не надо.